Китайская кухня Китайская кухня Нежное, солоноватое и немного острое утиное мясо содержит питательные вещества и легко усваивается организмом. Однако у него есть специфический запах. Сегодня мы с вами узнаем, как избавиться от него. Итак, чтобы приготовить утку в керамической кастрюле, нам понадобится пекинская белая утка, стручковый перец, дайкон, корица, бадьян, лавровый лист, сушеный острый перец, корень дудника и так далее. На самом деле у этого способа есть недостаток. Вообще утку надо сначала ошпарить в кипятке, но так как мы удалили спинную кость, нам это не важно. Если бы она была, мы бы порубили утку и побланшировали ее в кипятке. То есть мы бы обваривали всю утку. Если вы ее порубите и закините в кипяток, кости отделятся от мяса, а кожа утки сожмется. И это отсюда будут торчать косточки? Да, а если мы сначала обварим утку, кожа ее сожмется, и мы ее порубим. Из нее уже не будут торчать кости? Вот такой вот секрет. Теперь мы будем бланшировать дайкон. Он идет у нас как гарнир? Да, к нему еще можно добавить корень лотоса. Мясо утки с дайконом? Это очень вкусно. А это полезно? Утка восполняет тепло в организме, но она жирная, поэтому застаивается. Если добавить дайкон, он разбухнет. Да, он же вызывает вздутие. Он опускает энергию ци и нормализует работу кишечника. Они друг друга уравновешивают. И хорошо сочетаются. Теперь понятно. Так, наливаем воду. Нам нужно сварить дайкон. Как только вода закипит, закидываем дайкон. Мы его чуть позже будем обжаривать, а потом еще и тушить. Поэтому обвариваем совсем немножко. До полуготовности. Доводим его до полуготовности. Да. Мы можем закинуть в эту воду мясо утки после того, как обварим дайкон. Да, только нужно добавить воды. Главное добавить немного воды. А то дома это неудобно. Да, придется несколько раз мыть или менять сковороду. Уже можно доставать. Надо добавить холодную воду. Да, холодную. Ставим сюда. Сейчас мы влили холодную воду. Да. Потому что... Да, вода должна быть холодной. Вы нам уже об этом говорили. Я все время повторяю, что говядину, баранину, свинину и утку надо погружать в холодную воду и постепенно доводить до кипения, чтобы из них вышла вся кровь. Чтобы вышла вся кровь? Да, все верно. Если вы закинете мясо в горячую воду, оно зачерствеет, и из него ничего не выпьет. Вся кровь останется внутри. А сколько по времени мы должны его обваривать? До тех пор, пока оно не ужмется. Но потом его еще надо будет обжарить. А нам надо с него убирать накипь, как в случае с говядиной и бараниной. Здесь накипи очень мало. То есть с утки накипь снимать не надо? Нет, она чистая. Наше мясо уже ужалось. Да, я его выкладываю. Вообще-то здесь немало пены. Да. Оно уменьшилось в объеме. Его надо обжарить, потому что оно жирное. Пока вы его бланшировали, ничего не чувствовалось. Но сейчас вы его достаете, и я чувствую, как сильно пахнет уткой. На севере у нас все просто. Мы его просто тушим, и все. Точно. Все думают, что мясо утки жирное. Итак, дайкон мы обварили утку тоже. Теперь мы будем жарить. Наливаем масло. С ним ни в коем случае не переборщите, так как утка жирная. Обжариваем мы тоже для того, чтобы убрать жир и специфический запах утки? Часть жира растопится во время обжарки, остальная часть спарится в процессе тушения. А как это произойдет в керамической кастрюле? Мы сначала поместим утку в скороварку, а потом переложим ее в нашу кастрюлю. И таким образом посушим ее? Да. Понятно. Пока утка обжаривается, мы закинем к ней бадьян. Немного желтодревесника. Вот так. Это все для того, чтобы убрать ненужные предкусы утки? Аромат уже пошел, чувствуете? Да, причем сильные, очень даже. А только что запах был очень резким. Сильный запах утки. Кидаем корицу. С ней утка будет еще ароматнее. Далее у нас лаврушка и дудник. Как вам кажется, запах изменился? Корица сразу перебила резкий запах. Он уже не чувствуется, да? Да, эффект мгновенный. И как вы сказали, из мяса сразу же начал выделяться жир. Буквально через несколько секунд. Кладем сушеный острый перец. На самом деле, с жиром, который содержится в коже утки, особо ничего не поделаешь. Многим, кстати, он нравится. Так. Сейчас нам понадобится водка. Сначала выключаем плиту, а потом наливаем водку. Вот она. Так мы делаем, чтобы не загорелась. Дома обязательно будьте осторожны, когда во время обжарки добавляете водку. Она может воспламениться. Но иногда по телевизору мы видим, как кто-то готовит на кухне, и у них вдруг загорается еда в сковороде. Выглядит ведь здорово. Это монтаж. Так делают, чтобы фильм был зрелищным. Водку мы добавляем, потому что она крепкая. Рисовое вино не в состоянии перебить запах утки. Раньше добавляли рисовое вино, а теперь водку. Где у нас бобовый джем? Бобовый джем? Да. Мы решили задействовать все, что можно, чтобы убрать у утки неприятный запах. Точно. Теперь чувствуете, как пахнет? Уже нет такого резкого запаха. Да. Поэтому обжаривать утку необходимо. В процессе обжаривания ее надо переворачивать. Видите, мясо уменьшилось в объеме. Это значит, что из него вышел подкожный жир. Он растопился. Да. Такое впечатление, что мясо утки уже практически готово. Так, добавим соевый соус. Вы опять выключили плиту? Если огонь будет сильным, утка пригорит, да? Да. Теперь по соли мы добавим немного сахара. Оказывается, если сковорода воспламенится, ничего хорошего в этом нет. Вы попробуйте, тогда поймете. Я все поняла. Давайте не будем пугать себя. Кидаем лук. Прямо вот так? Да. А имбирь? Его надо отбить. Просто отбиваем и все. А теперь? Мне кажется, что... Почему дома нам лучше не шутить с огнем? Если его надо выключить, значит, выключайте. Мы ведь с вами не такие уж и ловкие. Я 40 с лишним лет работаю поваром, и все равно не очень ловкий. Я имела в виду, что боюсь выключать плиту, так как думаю, что делать это в середине процесса не совсем правильно. Вовсе нет. Ничего страшного, если оно остынет? Нет, видите, я же жарю. Разве здесь что-то не так? Мы многое не понимаем, но вы нам помогаете все разъяснить. Теперь мы будем знать. Видите, как масло блестит? А пахнет как? Надо воды добавить немножко. Сейчас добавим. Еще? Лейте, лейте. Еще? Мы добавили воды, потому что чуть позже мы начнем тушить наше блюдо. Еще? Все. То есть количество воды не должно... Она не должна закрывать утку. В скороварке вода не испаряется. Чтобы она закрывала дно примерно так. Бульон светлый получается. Тогда надо добавить сою. Да. Если бульон светлый, просто добавьте соевый соус. Да. Видите, как аппетитно. Выглядит соблазнительно, да? И никакого резкого запаха, характерного для утки. Точно. Такой ароматный бульон. Пора доставать скороварку. Вот она. Это все надо будет переложить в скороварку, да? Если у вас есть время, вы можете долго варить утку в керамической кастрюле. Можно сразу класть в кастрюлю? Да. Мы просто помогаем сэкономить время для тех, кто работает. Да. Утку мы переложили. Смотрите, сколько здесь бульона. Вижу. Не думайте, что бульона мало. В скороварке он не выпарится. В керамической посуде бульон должен получиться вязким. Он не должен закрывать продукты. Если его будет много, он получится жидким и ненасыщенным. Да, теперь я поняла. А то раньше боялась, что воды мало. Теперь знаю, что так и надо. Готово. Сколько будем варить? 12 минут. На сильном огне? Вообще пекинская белая утка очень нежная. Если у вас есть время, можете варить ее 40 минут или чуть больше. Ее можно варить в керамической кастрюле 40 минут? Да. А огонь должен быть средним или слабым? Слабым. Чтобы она слегка кипела в бульоне. Понятно. Мы будем варить утку 15 минут. 12-13 минут. После этого нам понадобится кастрюля. Да, ждем 13 минут. Осторожнее. Чувствуете, какой запах? Наше блюдо уже полностью протушилось и напиталось вкусами приправ? Да, давайте ее откроем. Какой аромат. Смотрите. Неплохо. Зачем мы перекладываем в кастрюлю? Разве нельзя в таком виде подаваться к столу? Его надо немного подсушить. Но ведь оно уже и так вкусное. Нет, мы должны уварить бульон. Да уж. Перекладываем мутку. Керамическую кастрюлю. А что особенного в этой последней стадии? Мы должны, как вы только что сказали, придать ему последние штрихи. Да, все верно. Оно должно приобрести законченный вкус. Теперь кладем дайкон. Выкладываем его. Я обожаю последнее так приготовление. Это так волнительно. Дайкон мы должны погрузить в бульон. Я только что заметила, что у нас маленькая кастрюлька. Да. Включаем плиту. Пока блюдо варится, я закину в него чеснок. Южане всегда кладут его на стадии уваривания бульона. Огонь сильный? Да, кладем чеснок именно сейчас. На стадии уваривания? Верно. Чеснок берите крупный. А если бы мы его положили в скороварку? Нет, так нельзя. Он должен постепенно выпустить свой сок в процессе уваривания. Если мы закинем его в скороварку, он там развалится. Да, кастрюля-то у нас маленькая. Огонь нам убавлять не надо? Нет, нарезаем острый перец и кладем его сюда. Кастрюля бы побольше, конечно, но ничего страшного. Роскошное блюдо получается. Там и так уже много всего. А мы все добавляем. Видите? Каким же вкусом оно будет? Многие, когда едят блюда южнокитайской кухни, восхищаются их вкусом. Про утку тоже говорят, какая же она вкусная. Они же не видят, как ее готовят. А сколько приправ на нее добавляют? Точно. А знаете, мастер-ши, какая у этого блюда отрицательная сторона? Пить? Да, пить хочется, это одно. А еще после него вам будет казаться, что остальные блюда безвкусные. Это точно. И до каких пор нам нужно кипятить этот бульон? До тех пор, пока он почти уже впитается в мясо утки. Но часть его все равно должна остаться. То есть сначала бульон должен впитаться в остальные ингредиенты, а потом? Он должен подсушиться. Да, то есть подсушиться. Да. Но дно кастрюли не должно быть сухим. Так, оно уже готово. Да, можно выключать. Смотрите. Открывайте. Бульон уварился. Единственный недостаток в том, что кастрюля слишком маленькая. Да, это моя вина. Перед тем, как мы выложим... Что это вы делаете? Поливаем водкой. Вы поливаете края закрытой крышки водкой? Горит. Вы же только что говорили, что не надо огня. Пламя же у нас по краю крышки, а не внутри. Согласны? Чувствуете сразу, какой запах появился? Да, запах сильный. Водка загорелась и вытянула наружу аромат утки. Видите? Мастерши, а что произошло с водкой, когда вы сняли крышку? Мы добавили водку в бульон, а потом налили на крышку. На самом деле она просто подчеркивает аромат. То есть все дело в жаре, идущем от кастрюли? Да, от кастрюли, а не от плиты. Это разные вещи. Я поняла. Это очень здорово. Спасибо вам большое. Ну а мы сейчас будем дегустировать. Давайте. Попробуйте и вы приготовить ароматную и питательную утку в керамической кастюле. Прежде всего нарежьте дайкон на крупные куски и доведите его до полуготовности в кипящей воде. Обварите порубленную утку, чтобы убрать с нее кровь. После этого обжарьте мясо утки в небольшом количестве масла. Закиньте в него бадьян, лавровый лист и корень дудника, а также влейте немного водки, которая поможет устранить резкий запах утки. Теперь добавьте бобовый джем, соль, сахар, соевый соус, лук и имбирь. Залейте водой, и когда она закипит, переложите все в скроварку, после чего тушите в течение 12 минут. Далее возьмите керамическую кастюлю, переложите туда наше блюдо, добавьте к нему дайкон, чеснок, острый перец и варите его на сильном огне. Когда бульон уварится до половины, вылейте по краям крышки водку, чтобы блюдо было более ароматным. Редактор субтитров А.Семкин